В одном из моих предыдущих видео рассказал вам о тех задачах бизнеса, которые помогают решить геймификация. И вот настало время понять, нужно ли внедрять ее именно в вашем случае или же нет. Привет, с вами Кира Уланов, Marketing Gamers, и это вторая серия из цикла, посвященного геймификации бизнеса. Итак, to be or not to be. Быть или не быть вашему бизнесу геймифицированным? Способна ли геймификация решать задачи вашего бизнеса, вашего бизнеса в интернете? Способна или не способна? Хороший вопрос. Вы помните, о чем я говорил ранее? О том, что геймификация решает задачу, какую? Задачу привлечения, удержания, возврата и монетизации. Тогда, наверное, подходит, думаете вы. Но как получить стопроцентную уверенность в том, что да или нет? Еще до начала внедрения вот этой геймификации, важно ответить на 4 ключевых вопроса. Первый – это мотивация. Из чего или кого вы будете извлекать прибыль? Далее, второй вопрос – это осмысленный выбор. Достаточно ли интересно ваша ключевая деятельность, ваша аудитория? Третий вопрос – это структура. А именно, можно ли смоделировать желаемое поведение с помощью алгоритмов или же нет? И четвертый – это конфликты. Существуют ли конфликты между игрой и мотивацией? И вот на первый взгляд вопросы вам покажутся, наверное, сложными. Но я хочу вам упростить задачу. Поэтому каждый вопрос я разберу на реальных примерах. Контента будет, как всегда, много, как, впрочем, и работы с ним. Поэтому я разделил этот контент на три части. И первый вопрос мы разберем в сегодня видео, а следующие вопросы уже в следующем видеоматериалах. И вот те, кто желают получить, собрать все пазлы воедино, я рекомендую подписаться на YouTube-канал. Итак, вопрос первый. Это мотивация. Из чего или кого вы будете извлекать прибыль? Здесь важно понять, на кого, какую аудиторию вы планируете внедрять вашу геймификацию. На подписчиков, на потенциальных клиентов, на клиентов или на VIP-клиентов. Важно определить сегменты. Это очень важный момент. Вы по определению не можете объединить эти аудитории и сделать все для всех одинаково. Давайте разбираться детальнее. Яркий пример – площадка Fitocracy. Ребята создали стартап. И вот на старте, на старте, у них было тысяча пользователей. И буквально за 9 месяцев их площадку стали посещать более 200 тысяч. В чем здесь суть? Это первая спортивная социальная сеть в мире, где у людей есть мотивация достигать цели и развиваться в спорте. Они общаются, соревнуются, делятся успехами и неудачами. Бьют рейтинги, получают статусы, разумеется, и звания. А это очень мощный пинок. Пойти и сделать, например, 20 отжиманий. Либо же планочку, надо поставить 10 минут. Чисто психологически у любого человека внутри есть ключевые потребности, которые ему важно закрыть. Что это? Это прогресс и социальная активность. Что значит прогресс? Мы все учились в школе. Прогресс мы отучились 11 лет, получили эти статус. Работа, должность, бизнес. Прогресс измерим. Но большую часть людей это не так сильно мотивирует. Поэтому люди играют в компьютерные игры, либо просто в игры, да? Там прокачивают персонажей, например, как там в Warcraft, строят фермы и так далее. Им не хватает прогресса в жизни. И вот в фитокрасе есть понятный прогресс и понятное вовлечение. Вторая составляющая это социальная активность, некая социальная тусовка. Потому что когда есть какое-то движение и взаимодействие, людей гораздо проще вовлекать. И не важно во что, будь то ваши продукты платные, либо же в целом ваш контент. И еще, почему так важно понимать мотивацию? Понаблюдайте за своим ближайшим окружением. За коллегами, за командой, может быть за своими друзьями. Все ли работают, чтобы получить, может быть, как можно больше денег? Именно денег в чистом виде, как, скажем так, конечной цели. Определенному проценту людей, да. Но остальным важны другие вещи. Например, там, отпуск, да. И вот тут, кстати, тоже возможны варианты. Кому-то нужен просто отпуск сам по себе. А для кого-то это возможность провести время, там, с семьей, например. Возобновить гармонию, там, в отношениях, там, с женой, там, с мужем и так далее. Кстати, о нематериальной мотивации сотрудников я уже рассказывал в видео по разборе маркетинга Uber. Итак, важно понимать, за что люди сражаются, к чему они идут. И когда вы знаете мотивацию, вам гораздо проще их направить на нужные действия. И далее вопрос второй. Это осмысленный выбор. А именно, достаточно ли интересна ваша ключевая деятельность, там, вашей аудитории? Вы знаете, когда люди играют в геймификацию, в вашей маркетинговой воронке, очень важно, чтобы они делали это осмысленно. В онлайн-игре, например, в Warcraft, люди осмысленно выбирают себе, там, расу, доспехи, какие-то, там, магические навыки, роль персонажа и многое другое. Для примера предлагаю рассмотреть московский проект доставки продуктов на дом, Chef Market. В чем его особенность? Казалось бы, это как можно просто брать и продавать обычный продукт онлайн? Можно даже приготовить, там, и продавать готовую еду, да? Продукты можно доставлять, там, на дом, как делает, например, утконос. Тоже вариант. Но ребята из Chef Market, они, они пошли другим путем. Они сделали полностью геймифицированную площадку, где продают и продукты, и отдельные еще неготовые блюда. И вот эти блюда состоят из ингредиентов, которые доставляют человеку уже на дом. Например, давайте, например. Вы заходите на сайт и решаете, что вам нужно купить. Вы можете заказать обычный набор продуктов, например, там, 1 килограмм картофеля, 500 грамм колбасы, может быть, там, и так далее. А можете выбрать лазанью, да? Либо, там, фуа-гра, там, либо, там, торт-плеон. Причем вы абсолютно вольны выбрать количество порций. И система автоматически выдаст вам список необходимых продуктов под это блюдо. На нужное количество человек, причем выверенное до грамма. Согласитесь, это гораздо интереснее, чем купить просто набор продуктов, а потом уже думать, что из него приготовить. Еще грустнее обнаружить, что для всех блюд вам не хватает какого-то одного ингредиента. Плюс вы получаете определенные, там, пошаговые инструкции, там, как готовить и так далее. И вот после приготовления уже, после приготовления вы можете сфотографировать блюдо и выложить на сайте. Специально для оценки блюд создана искусственная социальная сеть. Там другие участники могут оценить ваши блюда. Что вы в результате получаете? Вы набираете баллы и обмениваете их на закрытые, там, рецепты, бонусы и скидки. Я зарегистрировался там и даже делал заказы. Мне было интересно, как работает механика. И действительно, это интересная модель, которую, в принципе, которую действительно можно внедрить практически в любом бизнесе. Тут есть и тусовка, там, мотивация, игра, вовлечение, взаимодействие, там, система скидок и бонусов. И даже возможность быть причастным к чему? К закрытому клубу. Давайте еще один крутой пример. Я уверен, что каждый из вас был в пиццерии, где, там, нет определенного вида пиццы, например, да? То есть, вы подходите, играете к кассиру, называете те ингредиенты, которые вам нравятся. И уже даже есть сервисы доставки пиццы, которые реализовали эту функцию онлайн в режиме реального времени, там, красочно и достаточно наглядно. Но создатели сервиса доставки пиццы Бакончино пошли еще дальше. Они проработали ситуацию, когда, ну, например, когда вот вы собираетесь с друзьями, да? Собирается какая-то компания людей, и люди не могут выбрать пиццу, которая устроила бы всех. Кто-то хочет, там, маргариту, кто-то хочет пиццу, там, с морепродуктами, кто-то хочет, просто, вегетарианскую и так далее. Время идет, люди нервничают, потому что они не могут определиться. И вот маркетологи Бакончино запустили на сайт гиммификацию, а именно рулетку. Она называется «Пицца на удачу». И вот на виртуальном колесе лежит туда пицца, да, состоящая из 8 разных кусочков. И все, что нужно, это начать вращение рулетки и ждать, когда система автоматически просто остановится. И вот после этого оформляется заказ той или иной пиццы, потому что 8 кусочков – это было 8 разных пицц. То есть просто, весело, все довольны. Потому что игра избавила от необходимости выбирать. Давайте подытожим. Сегодня мы с вами говорили о мотивации и выборе. Это два из четырех ключевых вопросов, которые дадут вам понимание того, поможет ли гиммификация решить ваши бизнес-задачи или же нет. Я уверен в том, что вам есть о чем задуматься и над чем поработать. Если данный контент был для вас полезным, и если вы ждете следующие выпуски из серии, вы знаете, что делать? Жмите свой гиммифицированный лайк под этим видео. И как только данный выпуск наберет 50 лайков, мы выпустим продолжение. И, конечно же, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы вовремя смотреть весь наш следующий контент. Спасибо за просмотр. С вами был Кирилл Анов, диджитал-компания Marketing Gamers. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok